всем привет прошу прощения за вертикальную картинку думаю этим летом это последнее видео за это лето которое будет снято и в этом сезоне наверное последнее видео снято для ютюба на телефон вот ну просто жара такое куча работы не связаны как бы с проектом вот поэтому на подхвате все время только телефон камеру вообще лень расчехлять вот поэтому решил уже этот сезон август которые видео не выкладывал вообще просто смысла не видел да и уставший очень болчий болел предыдущую неделю вот решил добить уже с помощью смартфона и так тут ветрено не знаю что там со звуком будет надеюсь что-то все-таки запишется вот это видео коротенько для тех у кого одна нога длиннее 2 короче естественно это касается только тех случаев когда длина ноги не связана с врожденной разницы в длине костей с какими-то там травмами стопы с переломами костей ноги и прочее прочее то есть у вас ногами по жизни все в порядке но одна стала короче 2 длиннее вот по факту сразу скажу что одна нога длиннее просто потому что она недостаточно функционально 2 нога короче потому что она избыточно функционально из слишком глубоко усажена в тазобедренный сустав для того чтобы хоть более-менее выровнять первое с избыточно функциональной нужно снять компрессию из тазобедренного сустава то есть удлинить и расслабить все мышцы манжеты этого тазобедренного сустава для того чтобы они отпустили головку бедренной кости и чтобы она немножко отошла и перестала ли создавать такую компрессию и чтобы мышцы этой ноги все-таки более сбалансировано поддерживали состояние суставы и про и поддерживать сбалансировано движение то есть равномерные натяге с обеих сторон спереди сзади изнутри и снаружи создавали вот и при этом нужно придать дополнительную и обучить дополнительной функциональности ноге которая ногу которая длиннее вот для того чтобы наоборот у нее усилились натягиваю круг тазобедренного сустава и и немножко чуть плотнее подтянула головку бедренной кости в сам тазобедренный сустав таким образом если длина обеих ног отличается на пол сантиметра то в принципе короткая нога должна удлиниться на два с половиной миллиметра а длинная нога должна наоборот укоротиться на 2 с половиной миллиметра и тогда они сбалансируются полностью по длине для того чтобы это все сделать естественно систематически ежедневно придется заниматься гимнастикой определенной во-первых постоянно осознанно грузить недогруженную ногу то есть даже когда вы стоите там например заваливаетесь на рабочую ногу себя дергиваете и уже тогда стойте на нерабочей ноге вот плюс сама гимнастика которую стоит выполнять либо после тренировки либо перед сном но гимнастика должна быть практически ежедневно вот ну и в этом видео я предоставлю пример своей гимнастики которую я выполняю каждый день или после тренировки или перед сном просто по сути большинство перекосов по вертикали тела особенно что касается выше таза все из-за самой области таза то есть в самом тазу возникают проблемы особенно вокруг тазобедренных суставов и потом эти проблемы начинают раздаваться вниз к стопам и вверх голове и таким образом компенсируется перекос таза компенсируется перекос тазобедренных суставов и вертикаль выстраивается так чтобы глаза были горизонтальны вот Решив проблемы с тазобедренными суставами, сбалансировав его по горизонту, сбалансировав по длине ног, вы автоматически решите большую часть своих проблем с остальными компенсационными изгибами, например, в позвоночнике и с проблемами в стопах. Ну и хочу напомнить, что до 5 сентября включительно еще действует период скидок на все мои курсы и на книгу. Кому интересно, заходите по ссылкам внизу в описании под этим видео, внимательно читайте, там вся информация предоставлена. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...